Дождь стеной, воды по пояс. Кому ущерба, кому удача. Сочи восстанавливается после ливня, а футбольные фанаты надеются на добрые приметы. Сейчас у нас хорваты, это совершенно другая команда. Уровень игроков и класс команды один и тот же, но играют они чуть по-другому. Новая высота на фиште сборной России готовится к четвертьфинальному матчу, а город к туристическому аншлагу. Нужно изначально дать этим ребятам уверенность в запрещенном дне. Там встречают по уму. Кубанские вузы, как приоритет, губернаторы глава КубГ обсудили, чем готовы привлекать лучшие таланты региона. Это серьезным образом отречет работу ветеринара, значит, упростит ее. Буренка по электронке, ай-ти технологии для нового подсчета рогатого поголовья, пилотный проект в Кореновском районе. Генеральная уборка моря. В Геленджике чистят бухту из-за аварии на канализации. Центральный пляж пока закрыт. В итоге супруги лежили долго и счастливо, умерли в один день. В память о сказочной любви. День Петра и Февронии. Семейный праздник с креевым размахом. Это «Факты» на Кубань-24. Здравствуйте. Ближайший час о главных событиях края. И в начале погодные метаморфозы в субтропиках. Сочи сегодня весь день поливает сильным тропическим дождем. Мокро настолько, что впервые с начала чемпионата мира опустела фан-зона у Южного Мола. Даже самые стойкие болельщики, прячась от ливня под самодельным тентом, спешно покинули площадь. А тех персоналу пришлось укрывать аппаратуру для трансляции матчей. По всему городу очевидцы снимали бурлящие потоки. Вода плескалась через бордюры сочинцам и гостям. Пришлось сменить сандалии на резиновые сапоги, а темные очки на зонты. Особо смекалистые передвигались по затопленным улицам на надувных матрацах. Ливень успел создать небольшой и коммунальный коллапс. Ливневки просто не успевали пропускать такие потоки. Сразу выпала треть месячной нормы. Машины плыли, волны били до капота. Из-за сильных осадков под воду ушла и часть федеральной трассы Джубга-Сочи. На место выехали бригады Росавтодора, полиция, коммунальные службы. Ситуацию с непогодой держат под контролем, подтвердил губернатор Кубани в Твиттере. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Это субтропики. Тут такое бывает. Последствия уже устраняют. Резкая смена погоды характерна для субтропиков. Сейчас осадки прекратились и, по словам синоптиков, возобновятся завтра. В решающий для футбольной сборной России день. Но дождь, если верить приметам, должен сыграть только на руку нашим футболистам. На период матча ожидается выпадение осадков. Но дожди будут как раз уже вечером, 7-го числа. Они будут носить такой кривистый и кратковременный больше характер. Поэтому я думаю, что все-таки они не сильно как-то осложнят матч. Потерпеть завтра ливни и ветер придется не только тем, кто будет находиться на стадионе Фишт, но и жителям других районов Кубани. Метеорологи прогнозируют кратковременные дожди и грозы в горах и предгорьях. Возможен даже град, но не такой крупный и разрушительный, как в минувшие выходные на северо-востоке края. Переменчивым в плане погоды будут только ближайшие выходные. А вот следующая неделя снова обещает стать по-летнему сухой и теплой. Погода, конечно, не отпугнет от самой южной арены Мундиаля ни одного болельщика. Все билеты на предстоящий матч со сборной Хорватии уже раскуплены. Последние счастливчики успели поймать пропуски на игру минувшей ночью, когда Федерация футбола выбросила во всемирную сеть финальную партию. Сегодня в Сочи открытую тренировку провели футболисты сборной России, а после нашли время пообщаться с журналистами. Вопросы задавал и самый спортивный корреспондент Кубань-24 Константин Перминов. Ему слово. Эта встреча завершит для Сочи чемпионат мира. Шестой матч. Самый важный матч в истории нашего стадиона. Завтра на фиште сыграет сборная Хорватии. Но мы, конечно же, будем поддерживать другую национальную команду. Национальную команду России. Начинается предматчевый день с прогулки и осмотра домашней арены. Тех стен, которые завтра будут помогать. Того поля, которому завтра предстоит принять грандиозную встречу. А сегодня российские футболисты после осмотра арены занимаются на другом стадионе. Это последняя тренировка команды перед четвертьфиналом. Главный герой первого раунда плей-офф Акинфеев, как обычно, серьезен. Русский танк Зюба с традиционной улыбкой на лице. Здесь и остальные участники исторического достижения. Краснодарцы Смолов, Гозинский. Они в 1-8 в стартовый состав не попали. Завтра возможны изменения, но это не точная информация. Черчесов раскрывать карты до того, как началась футбольная партия, не любит. Ну, понятно, что разглагольствовать я сейчас не буду, распространяется, что мы будем делать завтра. Ну, понятно, что мы, если прошедший матч, играли с испанцами. Сейчас у нас хорваты, это совершенно другая команда. Уровень игроков и класс команды один и тот же, но играют они чуть по-другому. Поэтому, естественно, и нам надо какие-то нюансы учитывать. Учитывать придется и отсутствие Юрия Жиркова, защитник Травмирова. Остальные в строю. И терять им по большому счету нечего. Эта команда уже вошла в историю. Впервые она забралась так далеко. Первое блюдо получилось вкусным, но его немного не досолили. Мы прошли групповой этап с двумя победами и одним поражением. Со вторым, горячим, шеф-повар Черчесов угадал на 100%. Грозные испанцы отправились домой. Теперь на сладкое хорваты. Но болельщики, образно выражаясь, еще не наелись. Переварим и эту стадию, и две следующие, если в них попадем, конечно. Мы знаем уровень хорватской команды, в ней очень сильные игроки. Нужно хорошо подготовиться к матчу. Думаю, он получится очень интересным. Мы очень долго и упорно тренировались, шли к этому, заслужили этот успех. И, конечно, будем бороться и дальше. Главное сейчас, наверное, не перегореть. Да, пройденная Испания – самая успешная команда 21 века. Но предстоящая Хорватия, пожалуй, одна из самых перспективных сборных планеты. Звезды Реала, Барселоны, Интера, Фиорентины. В 1998-м шашечные выиграли бронзу чемпионата мира. Сейчас, спустя 20 лет, это поколение футболистов собирается всем доказать, что оно ничуть не слабее того. Конечно, россияне очень гостеприимные. Это отмечают все, кто побывал уже в нашем городе на чемпионате мира. Но есть один случай, когда вот этим гостеприимством мы не блещем. И завтра вот как раз такой случай наступает. Мы, конечно же, рады хорватам. Мы желаем им добра, счастья, процветания, удачи. Но не на футбольном поле. На нем мы, гостей, попытаемся огорчить. Константин Перминов, Денис Горбунов, Кубань-24, Сочи. Но вот если огорчим хорватов на футбольном поле, Центробанк обещал обрадовать российских нумизматов. Регулятор на своей страничке в социальной сети представил эскиз новой монеты. За выход нашей сборной в полуфинал предлагается выпустить полрубля. На предварительном изображении так и написано. Одна, вторая рубля. Шансы дружины Черчесова оценили сегодня и на нашем телеканале. Штатный Оракул Кубань-24, пес по кличке Буч. А причем на этот раз он долго не выбирал между мисками с флагами России и Хорватии. Сейчас посмотрим, что он у нас выберет. Давай, дорогой. Неужели, боже. Ой, это опять. Все-таки, наверное, мы. Да. Но мы очень будем болеть. Давайте, ребят, поаплодируем ему. Спасибо, дорогой. Элегантный англичанин уже не раз предсказывал исход матча чемпионата мира по футболу в России и ошибся всего раз, когда наши проиграли у Ругвая. Ну что такое один раз по футбольным меркам неплохой показатель. За Россию. А вообще, ждите за мундиалем? Это интересно, может быть. Предсказывают победу сборной России не только четырехлапые оракулы. Почти вся страна верит в то, что национальная команда поднимется еще на одну ступень к Кубку мира. Всероссийский центр изучения общественного мнения накануне знаковой игры провел опрос. Кто победит? Ответили около двух тысяч респондентов. Больше половины уверены в победе российской национальной сборной. Проигрыш предрекает только 15%. А вот каждый десятый полагает, что команды сыграют в ничью. Впрочем, такой результат возможен только в основное время игры и овертайм. А вот если к концу дополнительного времени на табло останется равный счет, арбитр назначит серию пенальти, как это было в матче России-Испании. Ну вот, кстати, победить подопечным Черчесова в прошлое воскресенье помогла семья из Сочи. Как и в матче открытия и других разгромных встречах. В этом уверены. Во всяком случае, супруги Шипулины и их трое детей. Они убеждены в том, что приносят удачу российской сборной. Дело в том, что каждая на этом мундиале игра наших футболистов приходится на знаковые для семьи даты. И предстоящая встреча 7 июля тоже красный день в календаре Шипулиных. Максим Емельянов о закономерной случайности чисел. Этим летом вся семья Шипулиных резко заболела футболом. Симптомы фанатские. Тянет на атрибутику. Все время мерещатся турнирные таблицы. У родителей и детей охрипшие голоса после каждого матча. Да еще и все семейные торжества совпадают с играми мирового первенства. С днём рождения Евгения! Пятилетие Егора совпало с игрой открытия. За праздничным столом вся семья поздравляла мальчика и болела за сборную России. Победа национальной команды стала самым неожиданным подарком. На третьем забитом мече, я даже не помню, кто-то случайно пошутил о том, что, ну, Егор, в твою честь сейчас будет 5-0. Даже никто предположить не мог, что на самом деле это возможно, что это может быть так. Это первое случайное совпадение, которое вообще произошло вот в нашей семейной жизни. Одним совпадением дело не ограничилось. Дочка Шипулиных, Влада, поет в ансамбле казачьей песни «Люба». Артисты коллектива встречали спортсменов нескольких сборных. А в день рождения девушки подопечные Станислава Черчесова отправили домой в Испанию красную фурию. Когда мы смотрели матч, эмоции, они захлёстывают тебя. И когда ты смотришь его с другими людьми, то ты не можешь удержаться от громкого крика, безумной радости или, наоборот, печали. За семейным столом сейчас только и разговоров, что об опасности стандартов Луки Модрича, о спортивной форме Игоря Кенфеева, с которой он подойдет к матчу Россия-Хорватия. Но в одном семья уверена, если все они соберутся перед телевизором 7 июля, сборная нашей страны точно победит. Получается, что наша семья как талисман, мы как талисманы в этой ситуации совершенно неожиданно получилось. Сочинцы хотят превратить ряд случайных совпадений в тенденцию. Поэтому все свободное время проводят на футбольной площадке. Задабривают спортивную фортуну, чтобы та в нужный момент еще раз улыбнулась национальной сборной. И мы хотим, чтобы она побеждала каждый год и каждый день. Это сильная команда. Для нашей страны – да. Для Егора чемпионат мира 2018 года может стать судьбоносным. Парень уже не расстается с мячом и довольно серьезно для своих пяти лет определился с планами на жизнь. Ты, когда вырастешь, может быть, хочешь тоже на чемпионате мира играть? Да. Все так. Откуда мы узнали? Делать ставки на матчи семья категорически отказывается. Говорят, не азартные. Но понять что-то о магии чисел хочется. И в ближайшее время такая возможность представится. Следующую игру сборная России проведет 7 июля. Именно в этот день, но 19 лет назад, началась история семьи Шипулиных. И в эту дату сочинцы ждут подарка и от национальной сборной. Максим Емельянов и Сергей Щербин, Кубань-24, Сочи. Ну, Сочи, кстати, назвали самым гостеприимным городом Мундиаля. Голосование проводили специалисты Ростуризма среди иностранных болельщиков. И именно Черноморский курорт стал лидером в рейтинге. Данные озвучили во время видеоселектора с главой Ростуризма Олегом Сафоновым. Он отметил, к чемпионату мира по футболу в России открыли больше 20 новых отелей. Построили или модернизировали 10 аэропортов. На Кубани же к приезду любителей игры миллионов все уже было готово. Инфраструктура осталась в наследство от Зимней Олимпиады и Кубка Конфедерации. Туристический поток в регион вырос почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Очень много в иностранной прессе писалось о том, что русские люди, российские граждане, такие очень хмурые, серьезные, никогда не улыбаются. Но сейчас много других откликов. Наоборот, говорится, что люди очень сердечные, всегда готовы всем помочь. Отмечают даже бабушек, которые активную позицию занимают, показывают, куда можно и нужно идти. Специалисты отмечают рост турпотока, связанный с введением безвизового режима. Иностранные гости до конца первенства могут свободно путешествовать по Fan ID. Правда, не обошлось и без курьезов. Некоторые болельщики из зарубежных стран путали города и стадионы. Всем им оперативно помогали добраться до нужных мест или временно устроиться в максимально комфортных условиях, не без помощи тех самых упомянутых бабушек. Этот чемпионат мира для принимающей стороны будет самым выгодным за всю историю проведения турниров. По подсчетам крупных компаний в России туристы потратят почти 15 миллиардов долларов. Это станет мировым рекордом. Да и поток путешественников после завершения Мундиаля по ожиданиям российских туроператоров увеличится как минимум на 14%. А ну мы же идем далее. Факультеты прикладной математики и компьютерных технологий в этом году стали одними из самых популярных у кубанских абитуриентов. Об этом ректор Кубанского госуниверситета рассказал Вениамину Кондратьеву. На встрече обсудили ход приемной кампании. Конкурс на поступление в ведущий вуз края традиционно высокий. В числе абитуриентов и победителей различных олимпиад, конкурсов. Но нередко в книге кубанских школ выбирают столичные университеты и институты. И чтобы привлечь их в вузы Краснодарского края, нужно создать дополнительные условия и гарантировать дальнейшее трудоустройство, обратил внимание глава региона. Вот эти вот стобальники, те, которые на самом деле, может быть, чуть-чуть идут впереди своих сверстников, победили олимпиад всевозможных. Вот это те, которые, я уже сказал, и будут создавать научно-технический прогресс. И, конечно, хотелось бы, чтобы он создавался на Кубани. Нужно изначально дать этим ребятам уверенность в запрещенном дне. Уверенность в том, что после окончания вуза они будут востребованы здесь, у себя, дома, здесь, в своем родном крае. И вот здесь, наверное, необходимо с ними работать. Я дам поручение управления кадровой работы, чтобы вот такая работа с ними велась. То есть изначально можно подписывать какие-то соглашения о том, что после окончания вуза, при обленных условиях, они будут здесь трудоустроены в той отрасли, под той специальности, которая сегодня для них максимально привлекательна. Мы ежедневно отслеживаем тех, кто набрал 90 и более баллов, потому что для нас это тоже очень и очень важно. Эта задача является для нас, по сути дела, главной. И мы пытаемся работать именно с этой категорией предметно-индивидуально. И мы видим свою задачу в том, чтобы убедить и показать возможности, которые может предоставить наш вуз, и возможности, которые есть в Краснодарском крае. Вот эту ситуацию нельзя пускать на самотек. Нужен диалог. Вот нужен диалог с этими высокобальными вузниками, с этими стабальниками, с этими победителями Олимпиад. Диалог уже власти, диалог бизнеса на стадии, когда они будут принимать решение, куда отдать свои документы. Прием на обучение в этом году на Кубани объявили 55 университетов и академий. И в 11 вузах открыто около 10 тысяч бюджетных мест. Транзиту дадут новый путь, а врачей заманят земельными сотками. В Краснодаре сегодня обсудили успехи и проблемы Тимошевского района. Целый месяц представители профильных комитетов ЗСК работали в муниципалитете, чтобы составить перечень проблем у пути их решения. Юрий Бурлачко отметил, что Тимошевский район имеет огромный потенциал. По итогам прошлого года муниципалитет занял 10 место по объемам инвестиций. Напомню, коллеги, что это вторая подобная презентация муниципального образования в Законодательном собрании края. Сегодня мы проводим итоговое мероприятие. Ему предшествовали выезды практически всех комитетов Законодательного собрания в муниципальное образование, где обсуждались проблемы муниципального образования и в том числе те проблемы, в реализации которых может оказаться действие Законодательное собрание Коснодарского края. С открытием Крымского моста поток автомобилей через Тимошевский район увеличился. Разгрузить город поможет новый северный обход Тимошевска. Трассу планируют запустить в 2021 году. Обсудили за круглым столом и медицину. Депутаты предложили бесплатно предоставлять врачам земельные участки. У нас есть такой прекрасный краевой закон. На сегодняшний день в Тимошевском районе, согласно этого закона, не предоставлено, к сожалению, ни одного участка врачам. Закон есть, возможность права есть, реализации закона в районе нет. Пожалуйста, коллеги, давайте используем возможность. На контроле у региональных властей и социальные вопросы. В Тимошевском районе планируют построить новую школу на 750 мест. Участок и документация уже готовы. Еще в шести общеобразовательных учреждениях отремонтируют крыши. На это требуется почти 19 миллионов рублей. Все предложения и вопросы Тимошевского района депутаты рассмотрят еще раз на очередном пленарном заседании, которое пройдет 11 июля. Первые выплаты получили как раз жители Тимошевского района, чьи дома пострадали от града и урагана в минувшие выходные. Материальная помощь уже поступила на расчетные счета пострадавших. На данный момент компенсацию дали 97 собственникам. Напомню, Ливенеград, диаметр которого доходил до 7 сантиметров, обрушился на станицу в субботу. Стихия бушевала менее получаса, но повредила 80% зданий, уничтожила огороды, поля. Сразу после природного ЧП с жителями встретился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, чтобы помочь людям восстановить свои дома. Было решено выделить средства из резервного фонда края. Современные IT-технологии в помощи животноводам. В Краснодарском крае в рамках пилотного проекта впервые начали заносить крупный рогатый скот в общую электронную базу. Делают это либо путем имплантации микрочипа, либо с помощью привычной бирки. А пионерами программы стали коровы из Кореновского района. К этой технологии присматриваются и владельцы других домашних животных. Как новая система облегчит труд ветеринаров, подробнее расскажет Анна Клюева. В жизни, как в советском мультфильме, у каждой коровы есть свой номер, как второе имя. По нему ветеринары ищут сведения о животном в специальных журналах. Вот только этот способ учета крупного рогатого скота на наших глазах становится историей. Несколько секунд и у Марты свой уникальный, неповторяющийся идентификационный номер. Наносят его на бирку лазером, он точно не сотрется. И больше не нужно искать досье на корову в кипе бумаг. Стоит лишь поднести специальный сканер или смартфон с установленным приложением к модной сережке. Готово. Вся история жизни животного в буквальном смысле на ладони. Это серьёзным образом отвлечет работу ветеринара. Упростит её бумажный документооборот. Всё будет в рекламном виде. Специалисты тут же на месте моментально узнают информацию о перенесённых заболеваниях, операциях, прививках. Кроме того, система автоматически будет соблюдать план профилактики. Например, вовремя напомнит о том, что животному пора сделать повторную вакцинацию. Всего лишь нужно будет подойти к животному, который уже зарегистрирован в базе, сканировать код. И он уже видит на экране о том, что это животное нужно нам провакцинировать. Оно горит красным. Альтернатива бирки – микрочип. Делают простой укол в холку, и умное приспособление оказывается под кожей животного. Действует оно точно так же. Владелец фирмы или личного подсобного хозяйства вправе выбрать форму современной медицинской карты для своего животного. В первую очередь, конечно же, это более детальный учет тех обработок ветеринарных, которые сегодня проводятся, муниципальных образований, с целью минимизации возникновения особо опасных карантинных заболеваний. Пока что похвастаться современными технологиями может лишь крупный рогатый скот Кореновского района. По словам специалистов, если программа будет работать без сбоев, постепенно идентифицируют животных на всей территории края. И не только сельскохозяйственных в общей базе окажутся и собаки, и кошки. Анна Клюева, Виктор Чаусов, Кубань-24, Кореновский район. Это «Вечерние факты». И вот что будет во второй части программы. В месяц по миллиону новый рекорд посещаемости Крымского моста. Шестидачные цифры со дня открытия. Крымский мост перешагнул отметку в 2 миллиона. Столько человек промчались по путепроводу со дня его открытия. А всего-то пару месяцев прошло. Согласно отчету руководства переправы, с мая мост на прочность испытали более 600 тысяч автомобилей, и почти 7 тысяч пассажирских автобусов. Для грузового транспорта эта дорога пока закрыта. Тяжеловозы пустят не раньше осени. Километры новенькой переправы уже больше двух месяцев не исчезают из социальных сетей. Каждый, кто въезжает на мост, обязательно делает фото или небольшой видеоролик. Напомню, главная крымская переправа была открыта 16 мая, на полгода раньше срока. Его протяженность 19 километров. Каждый в объективах камер наружного наблюдения. Строители переправы сейчас трудятся над второй очередью железнодорожной. Открыть движение поездов планируется в 2019 году. Ну а в Краснодаре дорожным строителям отдали сразу три улицы. С этого дня они частично перекрыты. Асфальт снимут, чтобы добраться до коммунальных сетей. На пересечении улиц Мира и Суворова будут прокладывать газовую трубу. Работы продлятся почти две недели. На Седино от Головатого до Кузнечной планируют обновить водопровод. Там трудиться будут до 6 августа. А на Ипподробной в районе Садового моста заменят участок канализационных труб. Все работы будут проходить на одной из полос движения. То есть перекрывать улицы полностью не потребуется. Как только бригады закончат ремонт, их сменит дорожная техника, чтобы заново постелить асфальтовое полотно. А до этого перекрестки будут обозначены временными дорожными знаками. Проблемы с передвижением, но не авто, а одного жильца, возникли во дворе Краснодарской многоэтажки на Платановом бульваре. Там пенсионер своими руками сделал в подъезде пандус, по которому могла бы выходить на улицу у его супруга. Женщина передвигается в инвалидном кресле, но ее дом не был оборудован соответствующим образом. А когда появился самодельный пандус, оказалось, что он угрожает другим жильцам. Ксения Галич продолжит. Из-за редкой болезни Анна Воскресенская пять лет назад потеряла ногу. С тех пор квартира на пятом этаже стала непреодолимым препятствием. В доме советской постройки пандуса нет, поэтому супруг Воскресенской Анатолий сделал его сам. Пенсионер в прошлом инженер смастерил алюминиевую дорожку, по которой его жена могла выезжать на улицу на инвалидном кресле. Но другим жильцам дома сооружение мешало. Она лежала просто на ступеньках, и было опасно. Там были острые углы. Дети зацеплялись и падали, и сумками жители зацеплялись. Он очень мешал. И даже пожарник приходил и тоже делал мне замечания. Когда поток жалоб завалил стол председателя ЖСК, совет дома решил вызвать специалистов соцзащиты. Комиссия осмотрела конструкцию и выслушала мнение жильцов. Комиссия приехала сюда, вместо того, чтобы защищать инвалидов, и в нашу сторону начали на нас тереть, что не положено, не положено, не положено и прочее, прочее. В итоге постановили, пандус проектом дома предусмотрен не был, и это стало вердиктом для конструкции. Ночью соседи Воскресенских сломали самодельный спуск. А Анна Михайловна снова оказалась заперти в четырех стенах. О прогулках на свежем воздухе оставалось только мечтать. Пять лет в тюрьму. Тюрьма. Самая натуральная. Вот если бы был пандус, я бы, конечно, выезжала бы хотя бы в поликлинику поехать, и то проблема. Нанимаем людей. Четыре человека нанимаем, платим за это. Анатолий Воскресенский не собирался сдаваться. Он спроектировал новый подъемник, удобный, современный, который может складываться, чтобы никому не мешать. Причем его цена намного ниже существующих аналогов. Подобные устройства в среднем стоят около 350 тысяч рублей, а конструкция пенсионера всего 100 тысяч. Опустилась полностью. Это опускается пластинка. Съезжает сюда и поехали гулять. Жители дома такой вариант одобрили, сказали, ломать не будут. А власти западного внутригородского округа пообещали всячески помочь в изготовлении конструкции. Ведь 100 тысяч рублей для пенсионеров деньги неподъемные. Администрация округа будет оказывать содействие и помощь в обустройстве подъемника. Постараемся мы найти спонсоров и оказать помощь строительными материалами и рабочими. На Кубани более 400 тысяч инвалидов. В этом году на создание безбарьерной среды выделено около 100 миллионов рублей. Сейчас в регионе более 8 тысяч объектов уже адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Транспорт, учреждения культуры. Новые многоэтажки уже проектируются с пандусами или возможностью их установить. В случае со старыми домами, как показывает этот пример, выход найти тоже можно. Главное не сдаваться. Анна Воскресенская теперь с нетерпением ждет установки нового подъемника. Ксения Галич, Дмитрий Забелин, Кубань-24, Краснодар. Пенсионный маневр сегодня обсудили в Краснодаре. Депутаты партии «Единая Россия», представители профсоюзов, общественники, работники здравоохранения и образования высказали свои пожелания и предложения по изменению возраста трудоспособности. До этого в регионе уже прошло 6 подобных встреч. Рекомендации участников дискуссии озвучили сегодня на общественном собрании. И по словам партийцев, менять систему необходимо. Она уже давно устарела. Но при этом обязательно повысить качество жизни людей и гарантировать им достойную пенсию. У нас 400 тысяч в год только трудоспособного населения прибавляется, а пенсионеров 1,6 млн, то есть ровно в три раза. А соотношение сегодня 1,7 работающего на одного пенсионера и тенденция к падению. То есть мы, если придем к соотношению 1 работающий кормит одного пенсионера, то я думаю, что вам не нужно даже арифметику сильно напрягаться применять. Мы поймем, куда мы придем. По статистике, после наступления пенсионного возраста на своем рабочем месте остаются больше 50% пожилых людей. Возможность трудоустроиться должна быть у всех без исключения. В Союзе работодатели отметили, что уже провели встречи с предпринимателями и объяснили им, почему важно сохранять на должности опытных специалистов. Кроме того, сегодня качество медицинского обслуживания позволяет оставаться в рабочем строю даже после наступления пенсионного возраста, считают специалисты. Изменился физический и биологический возраст. Люди стали дольше жить, качество жизни изменилось. Люди имеют доступ к квалифицированной медицинской помощи, тем более, если сказать про наш край, мы далеко опережаем многие территории для лучшего здравоохранения. Все предложения, которые озвучили сегодня на Народном собрании, Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» представит на дискуссии уже федерального уровня. Меры по увеличению государственного бюджета предложила партия ЛДПР. Как заявил ее лидер Владимир Жириновский, пополнить казну можно за счет привлечения людей из-за границы. Всем, кто остался за пределами страны после распада СССР, либерал-демократы предлагают выдать российское гражданство. Все это, по расчетам партии, позволит увеличить население на 15-20 миллионов человек и таким образом улучшит демографию и доходы государства. Для привлечения людей следует создать новые программы поддержки, чтобы работать с иммигрантами могли в благоприятных условиях. Особо важно в этом случае отказаться от серых зарплат, чтобы прирост населения сразу же давал экономический эффект. Еще одна мера, по мнению Жириновского, это новый налог. Он должен коснуться только тех, кто имеет сверхдоходы. У нас есть сверхбогатые. 150 топ-менеджеров получают чуть ли не триллион рублей. Давайте ограничим. Таких высоких зарплат нет нигде в мире. Давайте введем налог на сверхдоходы. В комплексе два этих предложения партии, по мнению Жириновского, смогут быстро и эффективно увеличить доходы государства. А это, в свою очередь, даст возможности решать социальные проблемы и повысить уровень жизни населения. Это вечерние факты. И вот что будет далее. Большая уборка. В Геленджике чистят море. Бухту засорила после аварии на канализации. Стадион Фишт готов к выполнению задач с точки зрения безопасности. Волноваться стоит только за победу на Сочинском стадионе. Усиленно дежурство МЧС. Работают круглые сутки. Всю родню на улицу. В день семьи по всей Кубани. Готовят праздничные гуляния. Расскажем, что где будут. Об этом не только сразу после рекламы. Она пройдет быстро. Нам предстоит совершить путешествие туда, где гостеприимство не имеет границ. Мы продолжаем. В Геленджике устраняют последствия канализационной аварии. Она произошла сегодня около 4 утра. Сбой в работе софиксировали на одной из центральных станций. Стоки хлынули в акватории бухты около центрального пляжа. Его территорию сразу же огородили коммунальщики красно-белой лентой. Туристам пришлось смотреть на море издалека. Уважаемые жители и гости нашего города. Хочу принести свои извинения коллектива водоканала за временно причиненные вам неудобства. В настоящее время создан оперативный штаб. Главой города проведено заседание комиссии по устранению и ликвидации возникшего повреждения. По оценкам специалистов, канализационные стоки не проникли глубоко в грунт. Береговую линию очистят. И после этого в море вновь можно будет купаться. Еще одно ЧП на воде произошло в Сочи. Пятерых взрослых и ребенка, дрейфующих в Черном море, вытащили на берег сотрудники Росгвардии. Патрульный катер заметил в воде гидроцикл с прикрепленным к нему плавсредством, так называемым бананом. На нем были люди. Технику постепенно уносило все дальше от берега. Как выяснили спасатели, прокатный гидроцикл сломался, оборвался трос. Водитель пытался сам починить транспорт, но не смог. Экипаж инспекторов незамедлительно принял решение отбуксировать унесенных в море на сушу. Благодаря бдительности военных никто из туристов не пострадал. В Сочи вообще сейчас каждый день на дежурство заступает больше двух тысяч спасателей. Кубанским сотрудникам МЧС помогают коллеги из Ростова. Они дежурят на пляжах, в черте города и, конечно, на стадионе Фишт. Еще до начала первенства специалисты проверили каждый сантиметр арены. И сейчас в перерывах между матчами спасатели не выпускают Южный центр футбольных баталий из виду. Стадион Фишт готов к выполнению задач с точки зрения безопасности, с точки зрения пожарной безопасности. Все системы работают в адекватном режиме, все системы находятся в исправном состоянии. И каждый сектор, каждый вход и каждый лаунж находится под нашим четким наблюдением. Во время проведения чемпионата мира кубанские спасатели перешли на работу в режиме повышенной готовности. Он сохраняется сейчас не только в Олимпийской столице, но и в Геленджике. Там до сих пор базируется шведская сборная. Сотрудники МЧС несут круглосуточное дежурство. Особое внимание за безопасностью в фан-зонах, на вокзалах, транспортных развязках, отелях, на тренировочных площадках. 7 июля на пляжах Сочи спасатели, ожидая большой наплыв разгоряченных футболом болельщиков, будут дежурить и ночью. А уже в это воскресенье спасательные отряды, полиция и медики будут дежурить в Краснодаре на Пушкинской площади. Они должны сделать все возможное, чтобы жители и гости краевой столицы смогли насладиться главным праздником родных – Днем Семьи, Любви и Верности. В этом году его отметят в десятый раз. За сравнительно небольшую историю эта дата приобрела большую популярность. Где и как на Кубани можно будет провести время в кругу родных и близких, расскажет Вероника Стороженко. Покровители семейного праздника – святые князь Петр и его жена Феврония. Любовь, о которой мечтают миллионы людей, зародилась на самом деле не так уж романтично. Князь заболел, его тело покрылось страшными язвами. И только крестьянка Феврония, обладающая даром исцеления, могла ему помочь. Девушка согласилась, но при условии, что он возьмет ее в жены. Однако Февронию в семье князи не приняли, и Петр, ради любимой, покинул престол. Но через некоторое время они вернулись. Люди поняли, что без власти нет мирной жизни. В итоге супруги лежили долго и счастливо, умерли в один день – 8 июля. Поэтому праздник семьи, любви и верности отмечают именно в этот день. И наступит он уже в это воскресенье. Кубанские семьи смогут хорошо провести время буквально в каждом городе и районе края. Праздничная программа, насыщенная. Итак, по порядку. В Краснодаре по этому случаю рано утром возле свято-покровского храма пройдет молебен, который проведет митрополит Екатеринодарский, Якубанский и Сидор. На службу приглашают всех желающих. А днем на Пушкинской площади развернется выставка-ярмарка. Народные мастера и умельцы со всего региона представят свои лучшие работы. Вечером здесь же начнется праздничный концерт. На нем будут чествовать и награждать лучшие семьи Кубани. Выступать для жителей и гостей города будут ведущие творческие коллективы края. Это кубанский казачий хор, ансамбль казачьей песни «Креница», также многие другие. Ближе к ночи в 22 часа небо озарит праздничный фейерверк. В Геленджике семейные гуляния пройдут на центральной площади курорта. Жителей и гостей ждет яркая программа. Спортивные и музыкальные конкурсы, фото-выставки и, конечно, выступления артистов. В Анапе для всех желающих двери распахнут библиотеки и дома культуры. Родители с детьми смогут играть, участвовать в различных мастер-классах, конкурсах и фестивалях. В Ейске в этот день сотни людей совершат крестный ход. Посетят фото-выставку талантливых кубанских авторов. На ней будут представлены снимки лучших моментов из семейной жизни. В Староминском и Щербиновском районах будут не только развлекаться, но и социальные вопросы решать. Семейные люди могут прийти на прием главы. Полную программу торжеств можно найти на официальном сайте администрации края. 8 июля еще один повод провести время со своей семьей. Не упустите его!